У нас какой-то женский день сегодня. Мы попросили девушек на улицах оценить внешность дотеров по фотографиям. Поглядим, что они сказали. Я бы на его месте сменила прическу. Да. А если прическа другая? Так это надо посмотреть, смотря на какую поменяют. Четыре. Четыре. Хорошие. Брови густые, мне нравятся густые брови. В каком-то клубе, наверное. Тусовщики не нравятся? Тусовщики? Не, нравятся. Хорошие, да. Поэтому шесть. Давай, тогда один. Тусовщики нравятся, поэтому шесть. Я бы поставила три. Видно, что он веселый. За это плюс. У него какие-то волосы стрёмные. Покрашенные очень херово. Пальцы непостриженные какие-то ногти. Можно дать номер колориста. Да, я вспомнил, короче, девушку вот эту из прошлого видео, которая... Посмотрите на ведущего, он на свои пальцы посмотрел сразу. Ха-ха-ха-ха-ха. Бля-ха-ха-ха-ха. Просто сразу на ногти. Помните, который говорит, у него ногтевая пластина на 5 из 7? Что-то, короче, какая-то такая фраза была. Я вообще не ожидал, что... Не знаю, у меня вроде обычные ногти. Что значит ногтевая пластина не та? Что-то, блядь, какая она, что? В котором можно сходить. Просто жесть, да. Даю семерочку, восьмерочку. Видно, что позитивный, классный, веселый. И у него какая-то добрая энергетика. 3 из 10. Любит она помладше. 3? Почему? Не знаю, какой-то неприятный. Симпатичный парень. Мне чем-то напоминает Юру Шатунова. Я подала ему 7 из 10. Он такой маленький, юный мальчик. А там будет и постарше. Будет и постарше, да? Троечка, юный. Я просто... У меня косметолог хороший. Молодой, перспективный. Наверное, творчески стремится в шоу-бизнес. Но давайте... Шесть. Вот так. Слишком смущавый. Маленький. Бэбик. Бэбик. Четыре. Четыре. Ну, вот видите, самолет. Фотка, как будто бы, знаете, не самая такая. Три, четыре. Нет, пусть шесть будет. Пусть шесть будет. Знаете, короче, что надо? Мне кажется, нужен какой-то коллаж фотографии. То есть, чтобы можно было оценить человека как-то комплексно. Просто не каждая фотка может быть успешной. Пусть шесть вот классно, молодец. Это не факт. Слишком, но еще тоже куда полетел, смотря. Мне нравится эта... Масочка. Восемь. Они же все равно, когда разговаривают при оценке, они же все равно на нее эту фотку смотрят. Вот если она еще раз там леснет, и она вот эти три будет... Ну, допустим, выборка из трех. Она будет это перебирать. То как будто бы... Было бы намного объективнее. Тоже брави густые. Мне очень нравится. Тоже, мне кажется, он еще мальчик и такой ребенок. Немножко в нем есть инфантильности. Ну, какая-то щетинка вот эта вот. Это он разбил подбородок. Або что? Не знаю. Наверное, может, самокат упал. Бедный. Как вам самокатчики? Нравится? Я катаюсь иногда, но я их осуждаю. Я их не люблю. Так, ну это у нас маминкин сыночек, так сказать. Ну, побольше. Шесть. Ну, можно просто дурачиться. Ну, может быть. Ну, как будто не очень. Ну, это десятка. Ого. Десятка? Ну, он такой же придурочный, как и я. Ну ладно, пять из десяти. Да, ну сколько все, конечно, субъективно? То, что он в таком милом одеянии. Ну, парень прикольный. Может быть. Я вам так скажу. Мама всегда скажет, что ты красивый. Немножечко инфантильный. Тоже слишком юный. Тоже слишком юный. Ну, вам маленькие не нравятся. Так что будут постарше. Мне маленькие не нравятся. Я ж не хочу никого обидеть. Ну, а вы можете, если не хотите... Мы же и в школе, мы детей не оцениваем. Победила дружба. А вот у вас дочь есть? Или только сын? И дочь есть. А вот представьте, вот дочь привела такого домой. Говорит, мама, это я его выбрала. Мы будем с ним работать. Семь. Как будто да, вот шесть-семь. Шесть-семь, да. Ну, в целом, как бы одет хорошо. Ну, и как у него хорошая кофточка. И локация интересная. Хорошая. Трейдрокоперы. И волосики уложены. Ну, видно, что хорошая ткань. И театр сводит. И да, и волосы, смотрите, какие. Да, причесон зачетный. Ну, такой стильный. Стильный. Очень важный. Богатый на вид. Как оцениваешься? Оцениваю на... Я просто не особо шарю за внешность, но он как будто бы... Ну, аккуратный, я не знаю, как сказать, попрятный. На семь. А, ну вот это же все более-менее. Дала бы им пять. Мне нравится стиль. Нравится стиль? Да. Прическа. Что-то есть. Бля, я, короче, уверен, что ей нужен такой, знаете, блядь, брутальный мужик, который может нахуй за ляху вот так вот взять, блядь, сразу искать. Сюда. И на гелике. Да. Интересно. Это Патрик. Я бы поставила... Но она какая-то вся сделанная, на самом деле. Мне кажется, если бы она была натуральная, ей бы только лучше было. Может быть, даже шесть. Ну, сигма видно. Нравится? Ну, да, симпатичный. У него укладка, то есть видно, что он ухаживает за собой. Это важно. И очки ему подходят прям хорошо. Улыбашка, позитивный ее. Она кому-то вообще поставит меньше. Довольный собой. Ну, мне нравится. Десять. Десять? Десять, да. Ну, хорошо выглядит, но не в моем вкусе, поэтому семь из десяти. Так, а вот это очень интересно и похоже на миллионера. Крипто-бизнесмен, я бы сказала, либо айтишник какой-то, либо просто сын миллионеров. В очках я люблю. Угу. На пятерочку. Маленький. Почему на пятерочку? Я люблю маленький даже не в плане только... Что маленький? По возрасту. Я люблю еще крупный. Так, что она сказала? Я люблю маленький, я не понял. Пятерочку. Вы поняли? Она не... Она... Ну-ка, она просто так и сказала. Не, я сейчас ничего не... Она так и сказала. Она так и сказала. Маленький. Почему на пятерочку? Нет, вот слушайте. Слушайте, я не придумал, я не придумал. Пятерочку. Маленький. Почему на пятерочку? Я люблю маленький даже не в плане только по возрасту. Угу. Я люблю еще крупных мужчин. Типа большие, высокие, с такими плечами и тому подобное. Нет, не наш типаж. А какая оценка хотя бы? Ну, четверочку на трое. Нет, это типа он маленький, я понял. Ой, ну это... Просто она как будто оговорилась. Сам себя люблю. Угу. Сколько за такое? Засиделся. Пятерка. Вот так вот. Опа. Пахнет айси. Как будто бы он любит вот. Угу. И плюс в игры играть, наверное. Ахахахаха. Ну, наверное, четыре. Прям, почему... Вот если дев... Я, короче, уверен, что как будто бы 90% девушек... Типа, парень, который играет в игры, это просто конченый, нахуй, и сразу крестаж. Ну, пять. Нет. А почему? Шесть. А почему шесть? Ну, нормально, парень. Потому что может быть из IT. Да. Нормально. Айси прибыльно. Конечно. Вообще, да. Бля, ну чё-то на бабки-патки они. На шесть. На шесть? Да. Такой Dead Inside. Да, такой. Янглин, вот это все. Да-да-да. Да-да-да. Это геймер? Dead Inside. А как они угадывают их? Давай семерку. Устав же геймер. Я тройку поставила. Ну, прическа какая-то немодная. Блин, а если бы он открыл глаза, то я могла бы побольше считать с него. Ну, так печаль какая-то. Ну, не факт, что он печаль. Вообще, я бы по этой фотке сказал, что он набухался и заснул в подъезде, и его друг сфоткал. А они как-то вот другие вещи какие-то видят. Мы просто его застали врасплох. Ну, давайте оцениваем его на шестерочку. 8 из 10, 2 снизим за место. Не, если честно, немножечко не мой типаж. Ну, айтишник типичный. Да почему? Загадочный, молчаливый. Как они это знают? Ну, нет, нормальный. В очках. То, что в очках всегда почему-то у меня добавляется плюсов. Знаете, вот что? Вот без обид для людей в очках. Ну, давайте судить по логике. Женщина должна выбрать мужчину, который даст ей здоровое потомство. У него должно быть семя, блядь, как у Топсона. Есть ли он в очках без обид для ребят в очках? Теоретически, просто логически. Есть же шанс, что семя немножко такое. Не, я не хочу никого оскорбить. Просто я не понимаю, что именно вызывает сексуальность в очках. Не, ну по сути, вот она же как бы, ну, женщины на мужчин смотрят в любом случае, как на тех, кто, ну, отец моих детей. Как ни крути. Они все, да, играют на компьютерах? Ну, и на женщин, мне кажется, так же нужно смотреть. Ну, если она вся перекошенная, блядь, ну, кого она родит? Ну, без обид. Они еще очень хорошо с этого зарабатывают все. Ну, деньги не главное. Топсон в очках, бля, кстати, да. Ладно, все, моя теория разбилась. Да не, ну, кстати, блядь. Когда, я не помню, что он в очках, разве? Да нет. Что-то в нем есть. Хотя я не скажу, что Топсон это прям пиздец, генетический монстр какой-то. Вообще не скажу, не сказал бы. Есть, наверное, устал. О, 10 из 10. Ну, хотя, 7-8. Тело хорошее. 10 из 10, да? На лицо, ну. Лицо отстой, да? Ну, 7-8, нет, 7. За кубики, за кубики. А вам как? 6. 6. Почему? Я не люблю таких парней. Ну, такие, блядь, коррекаченные пацаны, да? А вы думали, что здесь, что, десяточка сразу будет? Но многие дамы такие, о-о-о, очень хорошо отреагировали. Это не гарантия вообще. Вообще не гарантия. Не гарантия? Нет. Чего? Может, он самопер какой-нибудь. За лицо. Кто? Не гарантия? Нет. Чего? Может, он самопер какой-нибудь. Самопер, типа, он себя прет? Что это значит, самопер? Не, серьезно. Блядь, что? Почему я каждый день узнаю новое слово какое-то, блядь? Самопер. Что значит самопер? 15-й год, блядь. Высший разум. То есть, бульбулятор осуждает, когда прет на пролом и считает, что он самый умный. Машина по-украински. И какой ответ правильный? Высший разум, наверное, это правильный ответ, наверное. Ну, не знаю. Фея чумачечная. 16 лайков. Вот этот ответ я не верю, что правильно. Хуй знаешь, что это, блядь, за слова. Даже Гугун, но это не может ответить, что он вообще говорит. За лицо 5, за тело 10 хорош. Вот так, да? Он как из Шрека, принц вот этот вот с белыми волосами. Чарлик. Чарлик. Чем-то смахивает. Ну, возможно. Не люблю таких. Нет, потому что... Самопрет, да? Такие мужчины, которые слишком ухоженные, слишком вот такие вылезные. Они как бы больше любят себя, чем женщин. Поэтому и 7. Ну, не знаю. Ну, тело хорошее, да, у него. Но вот в плане... Ну, мне кажется, он самовлюбленный. Ну, 7 из 10. Вот все его считают самовлюбленным просто потому, что он за собой следит. Но это бред. Он очень, на самом деле, скромный и добрый парень. Вот я с ним общался. Вообще не скажешь так по нему. Просто потому, что он за собой следит, сразу значит самовлюбленный. Ну, что за хуйня? За фигуру дадим ему. А так мне тоже такие не нравятся. Ну, это вообще... Еще и назвались... Еще и самопером себя назвали. Это нравится. Это забираем. Слушайте, ну, а кому это может не нравиться? Есть такие люди? Да, понятно, что они сравнивают себя с собой. И так как самооценка низкая, они не смогут такого красавчика, как Флай, рядом с собой наблюдать. Поэтому заранее просто вместо того, чтобы измениться и последить за собой, загнобили его подсознательно. Даже сами этого не понимают. Ну, мне кажется, он добрый. Такой няшка. Ну, не знаю. Ну, у него тут какая-то дорожка вот эта вот несимпатичная. Ну, тоже... Какая дорожка? Нет, 3 из 10. А вот этот очень милый. 10 из 10. 10? Да. Вам такие нравятся? Он очень милый, да. Так, ну, он веселый. Душа компании, на самом деле. Это плюсик. Не все мужчины с юморком. Девяточка. Нравится его взгляд. Его искра. Его улыбка. Ну, вот с ним бы я бы... Уже конец пиков? Серьезно? Я сейчас ходил кофе попить. Угу. Да. Мне кажется, мы бы смеялись весь вечер. Ой, какой весельчак. Хороший парень. Мне кажется, добродушный и очень открытая улыбка. Хотя, мне кажется, он может подкалывать как-то. Ого. Ну, типа Галустяна, да, наверное? Давайте тоже 7. Галустяна. Нифига, она вспомнила. Ну... Так, три. Не мой вкус. Не мой тоже. Такой смешком. Молоденький, слишком такой еще взбалмошный как будто бы. Слащавый. И слащавый, да. Есть такое, да. Нарцисс может быть тоже. Чисто потусовку. А волосы? Я не люблю такой причетный. Не нравится вам длинный волос. Ну, если бы было в целом в комбо все как-то гармонично. Вообще, если бы мы были помладше, может быть, мы бы обратили в него. Помладше. А сколько им лет-то? Маня. Ага. Модно. Так, модно. И тату на руке. И путешествует еще. И... Да. И длинный волос, что мне такое нравится тоже. 8, ладно. 8? 8. 8 это хорошо. Да, да. Неплохой. Но я поставила ему 8 из 10. А 8 за что? Не знаю, мне кажется, что-то в нем есть. О, я его видела. Да? Он крутой, он же богатый. Да. 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 Я слышала, как он матом ругается. Это весело. Угу. Я смеялась. Это рэпер у нас. Рэперы сразу минус. 0 из 10, извините. Какой-то злой. Так. А, выпьем еще. 0 из 10, извините. Какой-то злой. Мрачный, тяжелый. Да, да, да. 5 из 10. Это фанат фараона, наверное, в молодости. Ну, то, что он юный, симпатичный, думаю, нравится девочкам, вот эти надутые губки. Ну, он такой, типа, на чиле, такой разбитной. Такое иногда может быть прикольно. Ну, а так погулять просто, ну, чуть-чуть. Угу. Вот так, да? А если, давайте представим, вам 15. Ну, конечно, мне такие мальчики нравились всегда. Пиво уберите. Ну, не знаю. Не, не знаю. Это что-то, да, 6-7 тоже. Это все маминой подруги. Поставлю я 5. Не мое. Он какой-то... 3 из 10. Мне кажется, он неуверенный какой-то. Ну, как-то он так неуверенно стоит. Психологу нужно записаться. Кстати, как раз психолог, я бы с ним поработала. Он служит шортом, служит шортом, служит футболоке, понимаете? Слава богу, не эти носки в шлепанцах, да? Классные, давай ее... Бля, ну она всем хуярит 10, я не знаю. Девятка. Девятка? Вдруг он хороший парень? Поставлю... Я перематываю. ...классно на будущее. Ну, 8 тоже. Пусть будет 6. Вдруг он хороший парень? Поставлю... 7. Хороший. Он веселится, улыбается. Веселый, значит, хороший. Вам нравится добрый? Обязательно всех, да, комментировать. Ну, тоже нет. Прям вообще не мой типаж вообще, да. Я бы тоже ничего не поставила. Ну, не мое. Папа был бы против, если бы я такого домой привела. Поэтому, ну, 4 я поставлю. Но, видно, добрый. Тебужечки. Ну, я думаю, что он очень милый и добрый. Возможно, даже заботливый. Но, опять-таки, неуверенности очень много. Ну, я бы не смогла быть таким. Если взять и пообщаться с ним и с этим молодым человеком, то, возможно, он, не знаю, умный, харизматичный. Бля, ей вообще, что ли, похуй с кем? Смешно. Если в нем есть вот доля юмора, то вообще он для меня будет суперчеловечком. Если вы хотите пропустить, давайте пропустить. Да, давайте пропустим. Это не мой типаж мужчины. Но видно, что добрый, хороший, открытый. Нет, какой-то ноль. Ноль? Да. Вот эта вот сутулость. Классный, улыбашка. Восемь. За улыбку? Конечно. Вам нравятся веселые? Ну, без юмора в наше время не прожить. Вот так вот. Ну, тут как-то неоднозначно странный взгляд какой-то. Ну, как будто бы тоже семь. Альфонс, да? Ну, шесть. Ну, шесть-семь, да, вот как с предыдущим каким-то там взгляд какой-то. Чуть, как у Маньяка. Мужц и бизнесмен, ну, не мое. Борода есть. И усы. Я не люблю рыжих. Он рыжий? Один. Да, подождите, это рыжий? Это раз... Блядь. Да ну... Рыжий это же другое, нет? Один. Нет, видно, что рыжий. Рыжий? Да. Ну, мне кажется, он хороший мужчина. Мне кажется, он добрый. Почему? Не знаю. Вот он у меня доверие вызывает. Как все... Как все по-разному. Одна называет его маньяком, а вторая говорит его другое. Пас так вот смотрит. Ну, я бы к нему машину села. В машину сразу? Да. В машину сразу? Ха-ха-ха-ха, блядь. Ну, в какой-то компании работает, скорее всего. То есть прям офисный планктон такой считывается с него прям очень сильно. Десять. Десять, почему? Ну, вот это, наверное, как раз-таки похоже на того человека, который в целом следит за собой, но не супер загоняется, такой не метросексуал. Вот. То есть, мне кажется, этот человек больше... Так, секунду. Как бы и себя любит, но и... Метросексуал, это кто вообще? Стремящийся улучшить свою внешность с помощью тщательного ухода за собой, косметических процедур и модной движения. А, я понял. Ну, это не я, кстати. И женщин ценят. Десяточка. Вот так вот. Вот так вот. Десяточка. Продолжение следует...